Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами поговорим о шитках. Стоит ли их покупать и возможно ли вообще на этом заработать? Или лучше держаться подальше? С вами канал Просто Крипта и давайте начинайте разбираться. Но перед тем как начать, настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех последних событий на крипто рынке, ну а также получать инсайты и денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты сейчас являешься трейдером, то рекомендую тебе перейти по нашей реферальной ссылке и зарегистрироваться на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидку на торговые комиссии. Ну а мы начинаем! Уверена, что многие из вас слышали уже о монетке Пепе с мемной жабой на логотипе. Ну или же про монетку Шиба, которые принесли инвесторам невероятную прибыль. Просто задумайтесь, вложив в Пепе 1 доллар с момента листинга на децентрализованной бирже и до своего максимума можно было бы заработать больше чем 400 тысяч долларов. Если же бы вы вложили в Шибу этот же 1 доллар, то вы заработали бы несколько миллионов, продав ее на самом пике. Но вряд ли вы стали одним из счастливчиков, которые именно так и сделали. Ну и не хотите пропускать этот хайп мемкоинов и заработать на нем. И мы сейчас не говорим о жадности или фому, мы говорим об этом с точки зрения анализа и логики. Итак, что мы с вами сейчас можем сделать, чтобы заработать на мемшит, не важно как их называть. Давайте для начала посмотрим на график Шибы и проанализируем в какие моменты можно было бы зайти на нее и заработать на истории. Сначала можно проанализировать all-time chart Шибы, например, на этом сайте. А затем можно посмотреть на график, который можно найти в TradingView. Например, на Binance после ее листинга на нем. На Binance есть монетка 1000 Шиб и, не долго думая, можно ее динамику сравнить с новой монеткой 1000 Пепе. Почему 1000? Потому что это, грубо говоря, одна монетка Шибы или Пепе, умноженная на 1000, чтобы убрать это огромнейшее количество ноликов. И здесь мы берем фрактал. Найти его можно в этой вкладке, этой кнопочкой. И выбираем участок графика 1000 Шиб. После того, как мы выбрали и поставили туда фрактал, мы его копируем и накладываем на график 1000 Пепе. Получая достаточно схожую картинку, мы регулируем наш фрактал и получаем примерный настроек и направление движения монетки 1000 Пепе на будущее. Но, как некоторые люди говорят в криптомире, что фракталы – это ловушка дьявола, давайте же подкрепим наш анализ фундаменталом и посмотрим, насколько он логичен, адекватен и стоит ли вообще его прислушиваться. А что я имею в виду под фундаментальным анализом? Правильно, халвинг биткоина, который как раз таки задает цикличность рынка, ну и также двигает за собой всю крипту. Здесь я сделаю небольшое лирическое отступление и расскажу вам немного детальнее про цикличность и ликвидность. Ликвидность, она же капитал инвесторов, как правило, перетекает сначала от биткоина к эфиру, затем к крупным альтам по капитализации и только потом к шиткоинам, мемкоинам и так далее. На той же истории биткоина и других монет можно увидеть четкий тренд, но с небольшим отставанием. Вот, допустим, одинаковый промежуток времени на биткоине, затем на эфире, затем на лайткоине и на шибе. То есть здесь мы видим как четкий тренд, так и четкое небольшое отставание. А теперь возвращаемся к нашему 1000 пепе и к тому, что цикличность и фундаментал вместе с фракталом накладываются друг на друга по датам и мы можем ожидать от нее рост ближе к октябрю 2023 года. Но ни 1000 шип, ни 1000 пепе еще не переживали ни одного халвинга, из-за чего сложно предположить, как эти монетки будут двигаться дальше. Тем не менее, если пользоваться логикой и знанием про перетек ликвидности, о котором я рассказывала буквально пару минут назад, то можно сделать умозаключение о том, что после халвинга весной 2024 года биткоин потащит за собой и шибу, и пепей, и аду, и лайткоин, и эфир и в общем все монеты на рынке, которые не являются прям полным шлаком и можно будет как раз ими закупиться. Ну, если они доживут до того времени, конечно. Из этих двух монет более вероятно выживет шиба, так как из мемкоина она стала достаточно прикольной монетой со своей целой экосистемой, включая метаверт, стейблкоин и много разных ответвлений. Кстати, про ответвление. Еще один момент, на котором можно в перспективе, пользуясь логическим и здравым смыслом, заработать. Когда шиба вышла на рынок, то она начала выпускать монеты в своей экосистеме. Как, например, монета лишь, которые в скором времени также дали очень крутые проценты для профита ранним инвесторам. То есть сейчас есть смысл присматриваться. Ведь, возможно, и Пепе начнет это делать. И если вы пропустили заработок в пару сотен миллионов на Пепе, то, может, еще не все потеряно. Но хочу вас попросить, пожалуйста, всегда соблюдайте риск менеджмент и манименеджмент. Потому что мэмкоины и шитки – это самое-самое-самое рисковое, что вообще можно найти на крипторынке. Поэтому ни в коем случае не инвестируйте эту сумму, которую вам было бы жалко потерять. Ну а большей полезной информации вы можете найти на нашем телеграм-канале. Ссылочка на него, как обычно, в описании. Ну и если вы являетесь трейдером, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на биржу Bybit, чтобы получить бонусный депозит для торговли, а также скидку на торговые комиссии. На этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам было полезно и что вы еще испытаете свой счастливый билет с заработком на шиткоинах и манкоинах. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, ставьте лайки, а также ставьте колокольчик и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну и, конечно же, пишем в комментариях, о чем мы хотели следующее видео. С вами был канал Просто Крипто и помните, что крипто – это просто. Субтитры сделал DimaTorzok